Здравствуйте, уважаемые 11-классники! Мы продолжаем разговор о пунктационных нормах и сегодня на уроке. Мы с вами вспомним виды подчинения в сложно подчиненном предложении с несколькими предаточными, поговорим о составных союзах, повторим, что такое стык союзов или стечение союзов, обсудим, как ставятся знаки препинания в предложении в сложном, в котором есть стык союзов. Но для начала давайте вспомним, какие виды подчинения есть в предложении с несколькими предаточными. Первый вид подчинения – последовательное подчинение. Это тогда, когда предложение выстраивается в ряд, как бы в цепочку. Первое предаточное становится главным для второго и так далее. В данном случае мы выделяем предаточные первой степени подчинения, второй степени. Параллельное подчинение, когда несколько разнотипных предаточных относятся к одному главному предложению. Однородное подчинение напоминает нам с вами однородные члены предложения, о которых мы говорили на прошлом уроке. Они относятся к одному главному предложению. Они являются предложениями предаточными одного вида. И иногда бывает комбинированное подчинение. Вот в данном случае на слайде мы с вами видим, есть и последовательное подчинение, и однородное подчинение. Нас с вами сегодня будет интересовать последовательное подчинение. Следующее, о чем нам нужно вспомнить, прежде чем говорить о пунтограммах на стыке союзов, это о том, что такое составные и двойные союзы. Составные союзы – это те союзы, которые состоят из двух и более слов. Составные подчинительные союзы в некоторых случаях разделяются запятой, а в некоторых нет, становясь частями главного и предаточного предложения. И в этом случае часть его уже не союз, а самостоятельная часть речи. Двойные союзы – это союзы, состоящие из двух разных частей. Причем, вспомним, вторая часть должна всегда сохраняться. Если то, когда то, не только но и, как так и. Двойные союзы бывают как подчинительные, так и сочинительные. Сегодня мы с вами говорим о подчинительных союзах. Обратите внимание, их очень много, составных подчинительных союзов. Из них самыми используемыми учениками-одиннадцатиклассниками являются союзы. Согласитесь, для того, чтобы, несмотря на то, что перед тем, как, ну, может быть, кто-то использует еще какие-то, их очень много. Итак, составные подчинительные союзы могут разделяться запятой, а могут не разделяться. Первое условие, при котором они не разделяются запятой, так как полностью входит в предаточное предложение. Тогда, когда предаточная часть стоит перед главной. Прежде чем начать выполнять тестовую часть работы, Сергей повторил теоретический материал. Или, знакомое нам с вами предложение, для того, чтобы привлечь внимание к поставленной проблеме, автор обращается к истории из детства героя. Мы видим с вами, что в данном случае предаточные стоят перед главной частью, и союз не разделяется запятой. Во втором случае мы не разделяем запятой составной союз, если предаточная стоит после главного, и на первую часть союза не падает логическое ударение. Например, он ехал в штаб с тем, чтобы передать туда некоторые приказания генерала. В третьем случае мы не разделяем запятой составной союз, если предаточная стоит в середине главного предложения. Все повозки, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались тяжелыми. Запятая ставится. Если одна часть входит в главную, и получается, одна часть входит в главную, другая в предаточную, в следующих случаях. Если перед этим составным союзом появляется частица не. Он сказал это не для того, чтобы обидеть ее. Для того это предлог. Появляется у нас того местоимения, чтобы остается подчинительным союзом. Второй случай. Если перед составным союзом есть усилительные, ограничительные и другие частицы, вводные слова или наречия. В нашем примере это вводное слово. Может от того, что он не раз бывал в этих местах, местность не произвела на него особенного впечатления. Союз от того находится теперь в главном, а что в предаточном. Третий случай. Если первая часть составного союза входит в число однородных членов предложения в главной части или параллельных конструкций. Ему было тяжело и от осознания своего бессилия, и от того, что он так подвел своих товарищей. Обратите внимание, от осознания и от того это однородные члены предложения. Поэтому мы разделили этот союз, и он перестал быть союзом. Четвертый случай. Если на первую часть союза падает логическое ударение. Перед тем, как объясниться, он долго собирался с мыслями. Запомните те составные союзы, в которых всегда ставится запятая. Их тоже очень много, но я бы хотела обратить ваше внимание на самые часто используемые. Благодаря тому, что в связи с тем, что на основании того, что, с той целью, чтобы, невзирая на то, что, за исключением того, что. Переходим к следующей части нашего урока. Поговорим о стыке или о стечении союзов. О месте встречи союзов. В сложном предложении, в сложноподчиненном предложении. При перестановке предаточной части, как правило, иногда появляется стечение союзов. Это может быть, конечно, и другого рода сложное предложение. Тогда встретятся либо два подчинительных, либо сочинительные и подчинительные союзы. И возникает вопрос, как отличить предложение, в которых запятая на стыке союзов нужна, а где останется просто пробел. Посмотрите, в сложноподчиненных предложениях появляются вот такие свободные сочетания союзов, что если, что когда, что хотя. Происходит это тогда, когда предаточная второй степени, недаром мы вспоминали с вами степени предаточной, оказывается внутри предаточного первой. И что же мы будем делать? На стыке союзов мы будем ставить запятую. Если, обратите внимание, второй союз не имеет соотносительной части, то, так, но. В этом случае оба предаточных предложения, и первая, и второй степени, являются относительно независимыми. И могут либо переставляться, либо вообще мы можем их убрать из предложения, как я это сделала в своем примере. Мы понимаем, что если погода не изменится, поездку придется отложить. Можно убрать одно из предложений. Мы понимаем, что поездку придется отложить. Если у второго союза появляется соотносительная часть, или, можно сказать, вторая часть двойного союза, запятая ставится только перед ней, мы понимаем, что если погода не изменится, запятая, то поездку придется отложить. Он сказал, что если будет свободен, то вечером придет ко мне. Но, вероятно, в мире уже что-то произошло, потому что, хотя стояло все то же горячее приморское лето, но дача уже не показалась мне римской виллой. Для тех, кто лучше понимает схемы, представлена схема на слайде. Обратите внимание, два союза. Здесь нет второй части двойного союза, если то, поэтому между ними стоит запятая. Во втором случае эта вторая часть появилась, и поэтому между союзами запятой нет. Способ проверки – ищи вторую часть союза. Далее мы с вами говорили о том, что это могут быть и стык сочинительного и подчинительного союза. Ситуация такая же – ищи вторую часть. Если второй из союзов не имеет соотносительной части, то так. Но здесь есть добавление. А также, если за предаточным предложением не следуют сочинительные союзы, но, однако, то мы с вами разделяем запятой эти союзы. Левин простился с ними, но, чтобы не оставаться одному, прицепился к своему брату. В господский дом ему не ходило, и, когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалось на зади. Обратите внимание, здесь перед и запятой нет, потому что, по сути своей, это предложение с однородными членами, внутри которого есть предаточное предложение. Если же после предаточного появляются слова «но», «однако», «то», «так», то запятая не ставится на стыке сочинительного и подчинительного союзов. Пример. Николай Николаевич старается идти рядом с ним, но так как он путается между деревьями и спотыкается, то ему часто приходится догонять своего спутника в припрыжку. Мы видим с вами запятая только перед частью «то». Был ветер, и хотя порог был заложен мешковиной, но все равно по полу тянуло холодом. И, и хотя, запятой не разделяются. Стык «и» и подчинительного союза нужен нам для того, чтобы правильно ставить знаки припинания. Запятая ставится только перед союзом, и если после предаточной части следует вторая часть двойного союза, то есть то же самое правило. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ваты, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать вверх. Посмотрите, пожалуйста, здесь есть вторая часть союза, поэтому «и» и «когда» мы запятой не разделяем. Изредка маленькая снежинка прилипала снаружи к стеклу, и если пристально вглядеться, то можно было увидеть ее тончайшее кристаллическое строение. Опять же, мы не ставим запятую между «и» и «если», потому что есть «то». Выясните, пожалуйста, прочитал ли рецензент рукописи, если прочитал, то каково его мнение о ней. Обратите внимание, что здесь три разных типа предложений представлены в качестве примера. Итак, еще раз, запятая на стыке союзов не ставится, если после первого союза следует двойной, если то, когда то, хотя то, когда то, если то, так как то. Запятая ставится и перед союзом «и», и после него, если он соединяет два предложения, и после предаточной части не следует вторая часть двойного союза. «Крепкий человек» был Гуляев, и, когда он вернулся на Урал, за ним тянулась блестящая слава миллионера. А женщина все говорила и говорила о своих несчастьях, и, хотя слова ее были привычными, у Сабурова от них вдруг защемило сердце. В обоих случаях мы ставим запятую «до» и «и» и «после и». Каким алгоритмом мы с вами будем пользоваться? Первое. Проанализируем структуру предложения. Второе. Выделим грамматические основы и установим границы предложений. Третье. Установим, есть ли вторая часть двойного союза или «но» на границе предложений. Если вторая часть двойного союза или слова «однако» и «но» есть, мы с вами запятую на стыке союзов не ставим. Если второй части нет, запятую поставим обязательно на стыке союзов. Потренируемся? В данном случае уже границы предложений нам с вами поставлены. После того, как все приглашенные расположились по местам, хозяйка объявила о начале вечера, и когда Антон попросил разрешения первым показать свой номер, она милостиво согласилась уступить ему первенство. Понятно, первая граница запятая. Граница запятая. Есть ли здесь то? Его нет. Поэтому мы смело ставим запятую на стыке союзов. И ответ будет 1, 2, 3, 4. Класс с нетерпением ждал свою новую учительницу. И когда Наталья Аркадьевна вошла в кабинет, то все ребята дружно встали, чтобы поприветствовать ее. Особо внимательные уже увидели. Да, здесь есть вторая часть двойного союза. Поэтому в данном случае, где цифра 2, мы запятую ставить не будем. И тогда ответ у нас получается 1, 3, 4. И третий случай. Сейчас мне придется ненадолго отлучиться, но когда я вновь вернусь в Москву, то буду искренне рад с вами увидеться, если вы соизволите согласиться навстречу. Снова нас интересует вот это болезненное место. После цифры 3 мы видим то, и, соответственно, выбираем, какие цифры. Совершенно верно. 1, 3, 4. Я надеюсь, мы с вами успешно поработали сегодня и плодотворно. Домашнее задание по учебнику Гольцовой и по интернет-ссылкой. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие ребята. Мы с вами продолжаем изучение темы «Надорганизмные системы». Сегодня у нас второй урок по этой теме. Напоминаю, что мы идем по крымской программе «Учебник Сухоруковой». Тема сегодняшнего урока – это структура экосистем, пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. План сегодняшнего урока. Мы вспомним с вами, что такое биогиоциноз и экосистема. Мы вспомним с вами структуру экосистем, поговорим об экологических группах биогиоциноза. Вспомним, что такое цепи питания, какие бывают типы. Познакомимся с правилом экологической пирамиды. Напоминаю, что этот материал вы частично изучали в девятом классе, поэтому база у нас для рассмотрения есть. Итак, экосистема и биогиоциноз. Понятия очень близкие, часто употребляются в одном и том же смысле. Часто говорят структура экосистемы, структура биогиоциноза, говоря, имея в виду одно и то же. Но между этими понятиями существует все-таки разница. Термин биогиоциноз предложен в 1940 году русским ботаником-экологом Владимиром Сукачевым. По его определению, биогиоциноз – это совокупность популяций разных видов, объединенных между собой и со средой обитания, круговоротом веществ и потоками энергии. То есть биогиоциноз представляет собой биоциноз, то есть живое население данного территории, и биотоп, то есть саму территорию, саму абиотическую часть. Понятие экосистемы введено чуть раньше, в 1935 году, английским экологом Артуром Тенсли. И сейчас считается, что экосистема – это более широкое понятие. Экосистема не обязательно привязана к какой-то определенной территории. Экосистема не обязательно существует длительно, то есть устойчиво во времени. Экосистема не обязательно создана природой, она может быть и искусственной. Пример экосистемы – например, аквариум, например, зоопарк, например, лесной пень, например, лужа, которая существует всего неделю. И также устойчивые биогиоцинозы тоже мы называем экосистемами. Таким образом, более грамотным понятием является биогиоциноз. Это термин сборный, био означает жизнь, гео-земля, циноз-сообщество. И, соответственно, на слайде вы можете видеть, из чего он состоит. Это биотоп, то есть абиотическая часть биогиоциноза, включает в себя почву, атмосферу, рельеф, соленость и другие абиотические характеристики. И также биоциноз. Это живое население данной территории. Это фитоциноз, растение, обычно это основа любого биогиоциноза. Это зооциноз, животное, населяющее данную территорию. Это микробиоциноз, все микроорганизмы данной местности. Это также микобиоциноз, то есть грибы, которые населяют данный биоциноз. Структура биогиоциноза или экосистемы. Эти термины, повторяю, часто употребляются в одном и том же смысле. Структуру выделяют видовую. Это совокупность всех видов, населяющих данное сообщество. Как правило, их много. Для того, чтобы сообщество было устойчивым, крупных видов должно быть не менее 500. Если меньше, уже сообществу грозит вымирание. И вообще, чем выше видовое разнообразие, тем, соответственно, устойчивее, стабильнее данный биогиоциноз. Тем лучше в нем развита саморегуляция, тем к более длительному существованию во времени он способен. И также способен выдерживать все изменения окружающей среды и к ним приспосабливаться. Далее, пространственная структура. Распределение популяции разных видов в пространстве. Чаще всего говорят о ярусности. Она больше присуща растениям. Но также и животные распределяются по разным ярусам. Также еще можно вспомнить и мозаичность. То есть горизонтальное распределение, в отличие от ярусности, которое является вертикальным распределением живых организмов. И, наконец, трофическая структура. Это те связи, которые являются, наверное, основополагающими. Образно говоря, это кто кого ест. Это те пищевые взаимодействия, которые складываются между живыми организмами в биогиоцинозе. Это уже биотические связи. В любом биогиоцинозе можно выделить важнейшие функциональные блоки. Первая группа – это продуценты. Это производители. Это автотрофные организмы, способные усваивать энергию солнца и переводить световую энергию в энергию химических связей и органических соединений. Это растения, зеленые растения. Это частично бактерии, цианобактерии, которые и способны к такому типу питания. То есть по типу питания они являются автотрофами. Вторая группа – это консументы, потребители органического вещества, которые сами его не в состоянии создавать из неорганики, но способны его преобразовывать в другое органическое вещество и частично разлагать до неорганического. Например, до углекислого газа и воды. Потребителями являются животные, являются грибы, являются бактерии. Опять же, не все, но частично. И, наконец, очень важная группа – это редуценты. Это те сапротрофные организмы, которые способны разлагать органическое вещество до неорганического. Органическое вещество к ним доходит, как правило, уже в отмершем виде, то есть это останки животных и растений. И важнейшая роль редуцентов этого почвообразования – это завершение круговорота веществ, это преобразование органики в неорганику для того, чтобы она стала доступным для минерального питания растений. Как вы помните из ботаники, растения усваивают из почвы воду и растворенные в ней неорганические, то есть минеральные вещества. Продуцентов можно разделить по типу питания автотрофного на фотосинтетиков, те, которые усваивают энергию Солнца, их огромное большинство, и хемосинтетиков. Вспоминайте, пожалуйста, хемосинтез – это тоже автотрофный способ питания, характерный для некоторых бактерий, которые способны усваивать энергию простых неорганических соединений и с помощью этой энергии синтезировать органику, синтезировать тоже глюкозу из углекислого газа. Ну а консументы различаются по способам питания. Это животные, питающиеся растениями, это хищники, это всеядные животные, это сапротрофные животные. То есть здесь мы видим достаточно большое разнообразие. И редуценты. Деление это условно на детритофагов и деструкторов, потому что, по сути, это одно и то же. Детритофаги – это означают организмы, питающиеся отмершей органикой, ну а деструкторы – это то, что они с этой органикой делают, то есть разлагают ее до неорганических соединений. Все организмы можно выстроить по цепочкам. Пищевые цепи – это последовательности организмов, в которой каждое предыдущее звено является пищей для последующего. Соответственно, пищевые цепи строятся, начиная с продуцентов, затем консументы разных порядков, и заканчивается все редуцентами. Здесь показаны примеры двух цепей питания – наземной и водной. Это достаточно типичные цепи питания. Но кроме такой вот более распространенной, более такой, ну привычной нам, что ли, цепи питания, существует еще один вид цепи. Вот первая цепь – это пастбищная цепь, цепь выедания, немножко неблагозвучный термин, но тем не менее суть он передает. Это та цепь, которая начинается с продуцентов, а существует еще детритная пищевая цепь, цепь разложения, которая начинается с отмершей органики. Конечно же, масса органического вещества и энергии, которая передается по звеньям этой цепи, больше в пастбищной пищевой цепи, в детритной – меньше. Также можно выделить такое понятие, как трофический уровень. То есть положение особей данного вида в цепи питания – это есть его трофический уровень. Вернемся к пищевым цепям, к примерам. Посмотрите, пожалуйста, продуценты – это первый трофический уровень, консументы первого порядка, то есть травоядные животные – это второй трофический уровень, далее третий, четвертый – это все консументы, и последние уровни – это редуценты. Уровень этот имеет нумерацию в зависимости от количества консументов. Консументов не может быть много, но почему – об этом поговорим чуть позже. В природе чаще всего существуют не цепи питания, а сети, потому что многие организмы по типу питания являются эврифагами. Помните этот термин с предыдущего урока? Эври означает «широко», то есть пищей могут служить самые разные объекты. И посмотрите, пожалуйста, на эту схему, как здесь все сложно переплетено. Продуценты могут служить пищей самым разным травоядным животным, они, в свою очередь, могут стать добычей хищников тоже самых разных порядков. Ну и редуценты здесь не показаны, мы помним о том, что они есть. Чем более разветвленные трофические цепи в биогиоцинозе, тем более устойчивым он является, тем более стабильным он будет во времени. Следующий наш вопрос – это особенности передачи энергии по пищевым цепям. Посмотрите, пожалуйста, здесь показана пастбищная пищевая цепь, которая начинается с продуцентов и заканчивается затем редуцентами через промежуточные звенья консументы различных порядков. Как вы видите, в процессе передачи вещества и энергии по цепям питания происходят значительные потери энергии и расход ее. В процессе передачи энергия расходуется на процессы жизнедеятельности, то есть на обмен веществ, на движение, на жизнедеятельность живых организмов и большие потери тепла, которая просто уходит в атмосферу. И, соответственно, при передаче на каждое следующее звено энергия теряется. Энергия теряется. И посмотрите, пожалуйста, экологи выделяют понятие экологической пирамиды. То есть на каждом последующем уровне, как вы видите здесь, количество организмов, количество объектов питания уменьшается. Существуют пирамиды разные. Пирамида численности, можно посчитать количество особей на разном трофическом уровне. Пирамида биомасс, пирамида энергии. Наиболее часто используется пирамида биомасс. Она чаще всего встречается и в практических заданиях, и в теоретических вопросах. Эколог Раймонд Линдеманн сформулировал правила экологической пирамиды, которая гласит, что каждый последующий уровень получает всего лишь 10%, примерно 10% вещества энергии, которое было запасено на предыдущем уровне. Остальное, как мы с вами уже сказали, расходуется на процессы жизнедеятельности и теряется в виде тепла. Вот здесь показаны некоторые примеры пищевых цепей и, соответственно, пирамид. Когда человек впервые видит эти пирамиды, они кажутся ему совершенно нереальными, потому что всего лишь нужно дельфину поддержать 1 кг массы или вырасти на 1 кг. И посмотрите, пожалуйста, целую тонну водорослей для этого нужно использовать. Конечно, нужно учитывать промежуточные звенья. То есть, чтобы консумент 1-2-3 порядка поддержал свою массу в 1 кг, ему нужно употребить в течение какого-то времени 10 кг рыбы. Соответственно, эта рыба должна съесть 100 кг моллюсков и примерно тонна, 1000 кг водорослей должно служить пищей для этих моллюсков. Это водная пирамида. И, соответственно, смотрим на пирамиду наземную. Здесь немножко больше звеньев. И, как видите, еще больше требуется ресурсов первичных, то есть производителей, продуцентов луговых трав, для того, чтобы прокормить хищную птицу, ястреба, которая находится уже на 1-2-3-4 на 5-м трофическом уровне. Таким образом, мы с вами сегодня повторили некоторый материал, который вы изучали в 9-м классе, и, соответственно, его немного углубили. Мы поговорили о том, что такое биогиоциноз и экосистема. Мы выяснили структуру экосистем. Мы выяснили, какие экологические группы входят в биогиоциноз. Разобрались с цепями питания, что это такое и какие бывают типы. И познакомились с правилами экологической пирамиды. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые 11-классники. Мы продолжаем цикл дистанционного обучения. На прошлом уроке вы познакомились с общей характеристикой неметаллов и их свойствами. Мы продолжаем эту тему. Тема нашего урока – азотная кислота и ее соли. Азотная кислота является самым важным соединением азота. Поэтому она достойна того, чтобы ее изучили. По физическим свойствам азотная кислота – это бесцветная жидкость, дымящая на воздухе. Хорошо растворима в воде, со временем желтеет из-за разложения, вследствие образования бурого газа NO2 и кислорода. В промышленности азотную кислоту получают в три стадии. Первая стадия – это окисление аммиака над платиновым катализатором. Вторая стадия – это окисление оксида азота-2 до оксида азота-4. И третья стадия – дальнейшее пропускание смеси оксида азота-4 с кислородом через воду. Таким образом, получают кислоту концентрации 65%. Чтобы получить кислоту более высокой концентрации, добавляют концентрированную серную кислоту. В лаборатории азотная кислота получается действием концентрированной серной кислоты на нитраты при нагревании. Концентрированная серная кислота, являясь более вязкой и нелетучей жидкостью, вытесняет летучую азотную кислоту из ее солей. По химическим свойствам азотная кислота проявляет все свойства, характерные для кислот. Азотная кислота является сильной кислотой, в растворе диссоциирует с образованием протонов. Взаимодействует с оксидами металлов, с гидроксидами металлов, а также с солями, образованными более слабыми и летучими кислотами. Соли азотной кислоты – нитраты. Нитраты – это белые, твердые, кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде. Нитраты – это белые, твердые, 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 твер Металлов разлагаются с образованием металла, а также оксида азота-4, бурого газа и кислорода. Но есть исключения. Нитрат лития разлагается с образованием оксида лития, нитрат марганца разлагается с образованием оксида марганца-4, а также бурого газа, при этом кислород в этой реакции не выделяется. Нитрат железа-2 разлагается до оксида железа-3. Вы видите, что железо поднимает степень окисления от 2 до плюс 3. Также выделяется смесь газов NO2 и O2. Нитрат аммония разлагается с выделением веселящего газа N2O и воды. Подробнее остановимся на окислительных свойствах азотной кислоты. Рассмотрим окислительные свойства азотной кислоты. Азотная кислота является одним из важнейших сильных окислителей. Задания на азотную кислоту встречаются в ЕГЭ. Для того, чтобы понять, что происходит при действии азотной кислоты на вещества, нужно понять, в какой концентрации она бывает. Концентрированная азотная кислота – это кислота с концентрацией более 30%. Разбавленная азотная кислота – концентрация кислоты 10-20%. Очень разбавленная кислота – концентрация менее 10%. Азотная кислота взаимодействует с металлами, с неметаллами, со сложными веществами. При взаимодействии азотной кислоты с металлами никогда не выделяется водород. Всегда выделяется нитрат металла в высшей степени окисления. Образуется вода, а также продукт восстановления азотной кислоты – Х. Продукт восстановления азотной кислоты будет зависеть от концентрации кислоты, а также от степени активности металла. Чем активнее металл и разбавленнее кислота, тем глубже будет происходить восстановление азотной кислоты. Концентрированная кислота будет образовывать бурый газ, НО2. Разбавленная азотная кислота может отдать сразу три газообразных оксида, оксид азота-2, оксид азота-1, а также Н2, простое вещество азот. Очень разбавленная кислота будет восстанавливаться до нитрата аммония, при этом газ выделяться не будет. Вы видите, что оксид азота-4, НО2 действительно окрашен в бурый цвет, бурый газ. Оксиды азота-2 и 1 не окрашены, это бесцветные газы. В заданиях ЕГЭ может быть дана подсказочка, что Н2О это бесцветный газ со сладковатым запахом, а Н2, если он выделяется, то может быть сказано, что данное вещество содержится в атмосфере 78% по объему. Азотная кислота не взаимодействует с золотом, с платиной, с иридием, с осмием, а также холодная кислота пассивирует на холоде металлы железа, хром и алюминий. Качественной реакцией на азотную кислоту является реакция с медью. В данном случае выделяется бурый газ, НО2. Рассмотрим, как металлы реагируют с азотной кислотой разной концентрации. Во всех случаях будет образовываться нитрат металла высшей степени окисления. В случае реакции магния с азотной кислотой и первой, и во второй реакции будет образовываться нитрат магния. В случае разбавленной азотной кислоты и активном металле магния будет образовываться веселящий газ Н2О. А в случае очень разбавленной кислоты будет образовываться нитрат аммония НН4-НО3. И также в двух случаях будет образовываться вода. В случае реакции железа с разбавленной кислотой будет образовываться нитрат железа в высшей степени окисления 3, то есть феррум Н3 трижды, и выделяться оксид азота 2, НО. Феррум Н3 трижды плюс НО плюс вода. Железо на холоде пассивируется азотной кислотой, я уже об этом сказала вам. Поэтому реакция с концентрированной азотной кислотой и железом может происходить только при нагревании. В данном случае будет образовываться опять же нитрат железа 3 и выделяться НО2, бурый газ. Медь с разбавленной и концентрированной азотной кислотой образует нитрат металла купрум НО3 дважды. В случае разбавленной азотной кислоты выделяется оксид азота 2, НО. В случае концентрированной азотной кислоты выделяется бурый газ НО2. В двух случаях образуется вода. Я предлагаю дома потренироваться вам и уравнять данные реакции. Рассмотрим взаимодействие азотной кислоты с неметаллами. При взаимодействии концентрированной азотной кислоты с неметаллами продуктом восстановления азотной кислоты чаще всего является оксид азота 4, бурый газ, а разбавленный оксид азота 2, НО. Сера взаимодействует и с разбавленной, и сконцентрированной азотной кислотой. Во всех случаях образуется серная кислота, а также выделяются соответствующие оксиды. Фосфор, взаимодействуя и с разбавленной и сконцентрированной азотной кислотой, будет давать фосфорную кислоту H3PO4. В случае разбавленной кислоты, вы видите, выделяется NO, в случае концентрированной выделяется NO2. Углерод образует оксид углерода-4, углекислый газ СО2. Выделяется вода, а также образуются соответствующие продукты восстановления азотной кислоты. В случае концентрированной азотной кислоты образуется НО2, в случае разбавленной НО с кремнием реакция с азотной кислотой не идет. Данные реакции могут вам пригодиться на ЕГЭ. Со сложными веществами азотная кислота также взаимодействует, окисляя их. Если элемент находится в невысокой степени окисления, то он поднимает степень окисления, например, железо двухвалентное переходит в трехвалентное, сера в степени окисления плюс 4 под действием азотной кислоты превращается в серу плюс 6, а хлор в степени окисления минус 1 превращается в хлор в степени окисления 0. Я предлагаю для закрепления данного материала разобрать задание номер 30 ЕГЭ. Одно мы сделаем с вами на уроке, второе задание вы будете выполнять дома. Для выполнения заданий 30-31 используйте следующий перечень веществ. Сульфид серебра 1, сульфат бария, азотная кислота, сульфат аммони, ацетат стронция и нитрат железа 3. Вы должны выбрать вещества, между которыми может протекать окислительно-восстановительная реакция. И в этом году новшество задания ЕГЭ немножко изменилось. Вам дается подсказка, что происходит в ходе этой реакции. В ходе этой реакции происходит растворение осадка и образование окрашенного газообразного соединения. То есть, исходя из этого, вы можете сразу отбросить ацетат стронция, который является растворимым, нитрат железа 3, который является растворимым, ацетаты и нитраты все растворимы. Остаются осадки сульфат бария и сульфид серебра 1. Сульфат бария не проявляет свойства восстановителя. А сульфид серебра, сера в степени окисления минус 2, конечно, проявляет свойства восстановителя. Азотная кислота, как я уже говорила, является сильным, важнейшим окислителем. Предлагаю решить это задание. Аргентум 2С, сульфид серебра, взаимодействует с азотной кислотой. Если мы расставим степень окисления, мы увидим, что азот должен понижать степень окисления. Понижать он будет в случае степени окисления, в случае концентрированной азотной кислоты до оксида азота 4, NO2. Возьмем и представим такую ситуацию, что нам дана концентрированная азотная кислота. Сера же будет повышать свою степень окисления. Под действием окислителя азотной кислоты сера всегда переходит в самую высшую свою степень окисления. То есть будет образовываться серная кислота. Будет образовываться нитрат серебра и вода. Составим электронный баланс. Сера в степени окисления минус 2 переходит в серу в степени окисления плюс 6. Азот в степени окисления плюс 5 переходит в азот в степени окисления плюс 4. Сера отдает свои электроны, повышая степень окисления. Всего она отдает 8 электронов. Азот, переходя в степень окисления плюс 4, принимает 1 электрон. Составим электронный баланс. 1, 8 – наши опорные коэффициенты. Выберем окислитель и восстановитель для данной реакции. Восстановителем в этой реакции является сера в степени окисления минус 2. Окислителем является азот в степени окисления плюс 5. Данное задание ЕГЭ оценивается в 2 первичных баллах. Я предлагаю выполнить вам еще одно задание, номер 30, представленное на слайде. Составьте электронный баланс, напишите правильное уравнение реакции. Это ваше домашнее задание. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин